Пусть вам мечтаются красивые идеи, Пусть мысли исцеления окружат, Пусть будут в сердце вашему стремления, Которые до Бога долетят, И пусть от них сгорает скверно, Счастливой сложится судьба, Пусть очищается пространство для лучшей жизни, Здесь и навсегда. 27 декабря, день Филимона, Поминать святых мучеников Фирса, Левкия, Калинника, Филимона, Аполлонии и прочих с ними, Пострадавших в Египте за веру во Христа. Аполлоний, опасаясь пыток, попросил язычника Филимона Переодеться в его вещи и принести жертву идолам. Но сам Филимон заявил, что верит во Христа. Аполлоний после этого раскаялся и не стал скрываться. В результате и Аполлоний, и Филимон были арестованы, Подвергнуты многочисленным пыткам и казнены. На Руси существовала вера, что сегодня нечистая сила гуляет в мире людей. А связано это было с тем, что ночи были длинные. Народ старался побыстрее изгнать ее из мира людей, Чтобы тьма покинула землю. И, как правило, хороших хозяев она не трогала. Поэтому сегодня принято было убираться в избе и наводить порядок. В народе самыми опасными считались оборотни. Они обладали способностью перевоплощаться в животных и людей. Из-за этого их было трудно распознать. Изображали оборотни в виде блуждающих огней, туч, вихря, вурдалаков, привидений и покойников. Среди всякой нечисти может появиться сам черт. Он может обернуться козлом, бараном, овцой, свиней, зайцем, собакой или волком. Чтобы отогнать от себя нечисть, старались умываться, особенно святой водой, как можно чаще. Нечистые духи очень боялись воды, особенно святой. Поэтому сегодня перед выходом из дома обязательно умывались. А также умывались и окрепляли себя водой перед началом любого дела. Приметы. Если на фирса ветреный и холодный день выпадает, это к хорошему урожаю. Если погода меняется в течение дня, это к оттепели. Если ветер дует в одну сторону, облака плывут в другую. Скоро становится пасмурно и снежная погода. Если сегодня ночью выпал иней, днем будет снегопад. Наши предки совсем недавно при сильном кашле использовали черную редьку. Ее нарезали тонкими ломтиками, посыпали сахаром. Через полчаса редька давала сок. И пили они его по одной столовой ложке через каждый час. Можно поступать следующим образом. Черную редьку натереть на терке. Потом отжать сок через марлю. И добавить в него меда по вкусу. Принимать по две столовые ложки перед едой и сном. Есть особый день в году. Наступает темноту. Новым годом он зовется. И от всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки. Там мандарин стоит. И наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет. Он в отвертки раздает. Радость и любовь встает. Это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось. Волшебство мы же обождем. И под чоканье бокалом ходит счастье в каждый дом. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет. Он в отвертки раздает. Радость и любовь ждет. Это Новый, Новый год. Так, испи, дружок, сын внешний. Наливай бакал с кардией. Загадай свое желание. И под звонку ром-попей. Ах! Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, наступает Новый, Новый год. Он врачу нам несет. Он в отвертки раздает. Радость и любовь ждет. Субтитры сделал DimaTorzok